Вчера я пошел в магазин купить хлеб. Захожу в магазин, смотрю на сивухи и скидка. Аппарат вообще заговорит хорошие вещи. Купил, пошел домой, открыл бутылку, налил в стакан. Утром проснулся голым на крыше. Забыл купить хлеб. Проснулся утром, слышу, меня кто-то зовет. Подошел к окну внизу. Янис бутылкой стоит. Говорит, Петр, спускайся вниз. Я быстро оделся. Спустился вниз. И смотрю, Янис уже спит головой в траве. Рядом бутылка. Поднял бутылку, очнулся. После три сутки голым на остановке. Скоро Пасха. Не знаю, что за праздник, но для меня это значит, что надо покупать большую бутылку, а не маленькую. Большой день, большая бутылка. На Пасху мы не красим яйца, а красим лето тем, кто вырубился. Вместо битвияйца мы убьемся головами. Кто первый вырубился, тот проиграл. Последним, кто остался и стоит на ногах, король Пасхи. Помню, один говорил, что сивуху надо пить вместо зубной пасты, и так это будет хорошая память. Так и сделал. Выжал весь тюбик с пасты в бутылку и выпил. Сразу помнил училась. Вспомнил уже прошлую жизнь. Я был кактусом. Хозяева облили меня сивухой, потом проснулся голову на полу. Знаешь, чего хорошо в жизни кактуса? Ничего. Захотел еще лучше память и выпил еще. И так ошел с уголом в лесу. Сегодня еду по дороге, встретил Илзи и говорил, что ты куда идешь? Она говорит, домой. Я говорю, не хочешь прийти ко мне домой? У меня сивуха. Она говорит, ладно. Мы пришли ко мне домой. Я взял в руки бутылку, ошнулся голову на полу. Квартира обкрадена. Вышел из дома. Смотрю, стрель ко мне подходит и говорит, дай мне 50 сантимов. Я говорю, нет, ты дай мне 50 сантимов. Он мне дает 50 сантимов. Я могу доехать обратно. Он говорит, спасибо и уходит. Потом смотрю, он спит голый возле мусорников. Рядом маленькая сивуха. Это мог быть я. Старался научиться играть на укулеле. Ну, тогда решил закрыть легалку. На упаковке было написано, что содержит кожуру апельсина. Тогда, наверное, полезные. Затем в один раз, ничего. Затем в второй раз, ничего. Затем в третий раз, кто-то сушится в дверь. Я говорю, заходите, открывайте дверь, и там входит мой мозг. Петр, помоги. Петр, помоги. Ну, ничего. Время сходить за сивухой. Иду по улице. Смотрю, написано «Непроходи мим». Обернулся иду назад. И опять же надпись «Непроходи мим». Получается, я никуда не могу идти. Что мне тогда делать? Может быть, сивуха спастет. Взял бутылку, очнулся голом на качелях. Точно спасла. Иду по улице, подходит контролер, говорит «Билетик, пожалуйста». Я ему говорю «Это пор, я не в транспорте». Он говорит «Ты живешь жизнь без билета, надо будет штраф платить». Я ему говорю «У меня нет денег, можно оплатить сивухой». Вынул бутылку, очнулись голыми на остановке назначения. Сивуха на самом деле на вкус как смерть. Я ее пью только, чтобы почувствовать себя настоящим мужчиной. Внезапно в комнате стало очень холодно. Смотрю, смерть стоит. Я говорю «Что ты делаешь?» Я здесь потому, что у тебя сейчас печень перестанет работать, и мне надо будет забирать тебя. Я говорю «Точно? Очень жаль. Выпишешь самую последнюю рюмку?» Ну ладно. Взял бутылку, очнулся с плащом смерти и с косой. Не знаю, куда сама смерть подевалась. Зашел магазин, смотрел акции. Очки хипстера, одни очки засунули двоих. Я говорю «Продушиться, разве это выгодно?» Она говорит «Нет, это нам выгодно. Вы отдадите больше денег». Я думаю «Ну если это выгодно, тогда надо брать». Я купил, надел, очнулся с фонарем под глазом. Очки сломанные на земле. Помню, что самый худший день в моей жизни был, когда мой дед сбросил ложку, и ему пришел конец. Петр, тебе время убрать свое тело от этого дома. Бездельниче. В этот день я первый раз встретил любовь в своей жизни. Наверное, все-таки не такой грустный был день у меня. Утром смотрю в окно, солнце мне говорит «А, Петр, есть чем прикурить сигарету?» Я говорю «Зачем? Это же солнце». Солнце говорит «А да, точно». Я говорю «Будешь в севуху?» Солнце говорит «А не рано?» Я говорю «Ты что?» «Конечно нет». Проснулся через неделю в комнате полдень. На улице темнота. Солнце, наверное, севуху не держит. Уже неделю отрубилось. Сегодня был субботник. Пока все чистили округ, я собирал бутылки. Шел по лесу, собираю, собираю, поднял бутылку. Смотрю, там еще есть севуха. Очнулся голым на свалке. Поднялся на крыше, у меня злой ветер. Приземлился в неизвестном месте. Смотрю, стоит клоун. Он говорит «Слышал шутку про нет?» Я тоже «нет». Я говорю «нет». Он говорит «Я тоже «нет». Ха, шутка была столь смешная, что мне вырос рог». Я ему говорю «И что мне теперь делать с этим рогом?» Открывать пивные бутылки. Так и сделал. Дом открыл пивную бутылку. Очнулся, смотря фигурное катание по телевизору. Проснулся уголом на улице. Не понимая, что происходит. Смотрю, у меня рядом маленькая зевуха. Взял, очнулся дом одетым. О, наконец-то очнулся одетым. За это надо выпить. Взял бутылку. Очнулся в этом же самом месте, где вырубился. Эх. Пошел к живому. Он говорит «Открывай рот». Я говорю «Нет, ты не открывай рот». Она открывает рот. Я ему в рот наливаюсь и в ухо. Он вырубается. Взял его дрель и ухожу. По дороге домой встречаю Илзи. Я говорю «Эй, Илза, не хочешь вы зубы исправить? У меня есть дрель». Она говорит «Ладно». Она открывает рот. Я наливаю севуху ей в рот и она вырубается. Это за тот раз, когда ты меня обкрала, сука. Сегодня вечером с этим играем игру «Кто назовет число побольше?» Кто проиграл, тому надо выпить севуху. Моя очередь. Я говорю «Тыща тридцать тридцать семь». В его очередь. Он говорит «Де тысяча». Бля, мне надо пить. Взял бутылку очнулся голым на столе. Я не с голой под столом. Хули я не с голой, если он выиграл? Вышел выбросить мусорник из своей мечты. Бухарь были спрашивать «Зачем выбросил?» Я говорю «Зачем мне мечты, когда там есть севуха?» Он говорит «Я то же самое говорил, и посмотрели на меня сейчас». Я говорю «Ну, выглядит как идеальный вариант». Он говорит «Так и есть». Я говорю «Ну, ты да выпьешь за то, что существует». Вынулся в севуху, бомж мне вырубил. Потом ушнулся в том же самом месте. Бухарь вырубился в мусорке. Кажется, где-то я его же видел. Зашел в банк, говорю «Мне нужны деньги». Банковский чувак говорит «Сколько?» Я говорю «Пять лад». Он говорит «Это будет 110 лад». Я говорю «Ладно». Взял деньги, вышел из банка, вор появляется. Это кража, отдай все, что у тебя есть. Я ему говорю «Нет, это кража, отдай все, что у тебя есть». Он отдает свое оружие, полупустую бутылку севухи. Очнулся полуодетый дома. Вору повезло. Встретил Яниса. Спрашиваю «Я смотрел вчера пожаром». Говорит «Нет, а что это произошло в этот раз?» Я говорю «А ничего особенного». В поляне бросил спичку, взял севуху, очнулся, потом голой. Смотрю, вокруг все горит. Сидел и смотрел пожар. Эх, эти простые радости жизни. Сегодня проснулся, и казалось, хороший день, чтобы залезть в дерево. Пошел залезть и присел на ветке. Прилетел ко мне голубь и говорит «Ухру, ухру». А, ты хочешь чуть-чуть выпить севухи? Бери. Голубь выпил и вырубился. Я тоже выпил и очнулся в гнезде голубя голый. Надеюсь, он не рассердится. Пошел в игровой зал, зашел, там стоит работник. Я ему говорю «Эй, я хочу немного поиграть, но у меня нет много времени. Не могу я как-то ускорить этот процесс». Он говорит «Можешь, просто отдай сразу все свои деньги». Я говорю «Ха-ха, у меня и так нет денег». Убежал, бегал, бегал, бегал. Пока внесапно отырнулся в огромную бутылку севухи. Подошел коснуться, чтобы проверить не мираж. Я-то очнулся через 10 дней голым на поляне. Это не был мираж. Иду по дороге, встречаю незнакомца. Я ему говорю «А как тебя зовут?» Он говорит «Рудольф». Я ему говорю «Мне не нравится это имя, я буду тебя звать Альбертом». Вынулся в ухо, я говорю «Хочешь?» Он говорит «А что это такое?» Я говорю «Машина времени». Он говорит «О». Я говорю «Да, о». Он говорит «А как она работает?» Я говорю «Очень просто, когда засчитай до трех, ты приложи руку к бутылке. Один, два, три». Он прикасается, очнулся через два дня в будущем. Забыл ему только сказать, что в таком путешествии во времени есть побочный эффект. Телефон звонит, я поднимаю. Алло. Там говорят «Здравствуйте, я вам предлагаю этот отличный шанс купить этот отличный продукт». Я говорю «Нет, я вам предлагаю отличный шанс пойти в жопу». Он повесил трубку. Потом кто-то стучится в дверь. Я открываю, смотрю, там бутылка сивухи. Подошел, чтобы поднять. Вау, вау. Подожди, Петр. Помнишь, что было в прошлый раз, когда прикоснулся? Ты прав. Закрыл дверь, смотрю, бутылка сивухи уже в комнате. Я говорю «Нет, не надейся, этого не будет. Нет, нет, нет». Аж снулся голым в комнате. Безнадежно противится.